Бисм الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحابه أجمعين أما بعد. На этом уроке мы завершим, إن شاء الله, грамматический разбор и عرب سورة القارع. Мы остановились на эти وما أدراك ما أهيه, الواو استئنافيتون, возобновляющие واو, то есть واو указывающие на возобновление речи, на новое предложение. مبنيو على الفاتحة, с неизменяемым окончанием, с فاتحة на конце. ما أهيه إس مستفهامن, вопросительное местоميني, مبنيو على السكوني, с неизменяемым окончанием, с суконом на конце. في محالي رفعن نميسي падجا رف, именительного падجا, مبتادون, подлежащее именного предложения. أدرا أهيه إس مستفهامن, глагол прощающего времени. مبنيو على الفاتحة مقدرين على آخره, с неизменяемым окончанием, со скрытой, подразумеваемой فاتحة на конце. مانع من ظهوريها التعذر. Проявиться в فاتحة здесь мешает то, что أليف не принимает никакую огласовку, невозможность дать огласовку أليف. وفعل وفعل، действующее лицо данного глагола, это دميرن مستطرن فيه جوازن, скрытое в нем в допустимой форме местомения. تقدير هو هو, которое выражено местомением هو. وفعل مع فعله، глагول أدرا، со своим فعلم جملة فعلية، глагольное предложение في محل رفن، на месте падجاء رفن، خبر المبتدى، сказуемое, подлежащее ما. ولمبتدى المبتدى، خبره، подлежащее ما، вместе со своим сказуемым, глагольным предложением أدرا، является جملة نسميتن، именным предложением لا محل لها من الإعرابي، не имеет места в падеже, так как является جملة نسميتن فيه، возобновляемым новым предложением. Дальше. أل كاف في أدراكا، كاف на конце глагола أدرا، это دميرن مستطرن، سلطن فيه جملة، مبنم على الفاتحة، سلطن فيه جملة نسميتن، في محل 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 نسميتن، مفعل به أول، первое прямое дополнение глагола أدرا. محل نسميتن مَحلي نسميتن Поэтому не будем повторять сказанное, значит и здесь МА это муптадон, подлежащее, а ХИ это хабар аль муптадай Сказуемое подлежащего, подлежащего МА Можно сказать и наоборот, то есть МА, что МА это хабар, а ХИ это муптадон Значит ХИ хабар аль муптадай, сказуемое подлежащего МАБНИ АЛАЛЬ ФАТХА с неизменяемым окончанием с ФАТХА на конце ФИМАХАЛЛЬ РОФА на месте подлежа РОФ, именительного подлежа ВАЛЬ ХАУ ХАРФА на конце, это ЛИССЕКТИ, служит для остановки, паузы на ней Дабы огласовка предыдущей буквы проявилась ВАЛЬ МУПТАДАУ МА ХАБАРХИ, подлежащего МА со своим хабаром ХИ Все это ДжУМАЛЬ ТУНИ СМИТ, именное предложение ФИМАХАЛЛЬ НАСВИН НАМЕСТЬ ПАДЖА НАСВ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЖА САДДАТМА САДДМАФУЛИ АДРА АТТАНИ Дословно, закрывает собой второй мафуль, второе прямое дополнение глагола АДРА То есть, КАМАТ МАКАМАЛЬ МАФУЛИ САЙНИ ЛИЛЬФАЛИ Стоит на месте второго дополнения этого глагола Дальше, НАРУН ХАМИЯТУН НАРУН ЭТАХАБРАН ЛИМУПТАДАИН МАХЗУФИН Сказуемое скрытого, удаленного, подразумеваемого, подлежащего ТАКДИРУХО ХИЯ Которое выражено местомением ХИЯ То есть, МАГИЯ, что это? ХИЯ НАРУН, это ОГОНЬ Значит, НАРУН, это ХАБРАН, МАРФУАН, поставленный в состояние РАФ В ИМЕНИТТЕЛЬНЫМ ПАДЕШ ВАЛАМАТ РАФАЛХИ Признак РАФА в этом имени АДДАМАТАЗЗАХИРАТУА ФИ АХРИХИ ИЛИ АЛЯ АХРИХИ ЯВНОЙ ДАМУ НА ЙОКОНЦЕ ВАЛЬМУПТАДУАМ МАХАБРАХИ Подлежащая ХИЯ СОСВИМ СКАЗУЕМММ НАРУМ ИМЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАФСИРИЯТУН ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ, РАЗЯСНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ВОЗОБНОВАЛЯЕМОЕ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАЛЯКИЛАТ ТАКДИРАЙНИ ЛАМАХАЛЛА ХАМИНАЛ АРАБИ В ОБОИХ СЛУЧАЕ НЕ ИМЕЕТ МЕСТО В ПАДЕЖЕ Подлежащее часто может удаляться в предложениях, являющихся ответом на вопрос Так как оно уже упоминалось в вопросе этого предложения, то есть оно и так понятно, без упоминания Как мы видим здесь МАХИЯ НАРУН ХАМИЯТУН АЙХИЯ НАРУН ХАМИЯТУН Дальше ХАМИЯТУН – это НАТУН ЛИ НАР НАТ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОПИСАНИЕ СЛОВА НАРУН А в женском роде оно поставлен, так как слово НАР относится к женскому роду ВАНАТУЛ МАРФУА И МАРФУАН МИСТЛ А НАТ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННО В СОСТЕАНИЕ РОВ ИМЕНИ Так же как и оно будет в состоянии РОВ в ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПОДИЖИ ВАЛАМАТУ РОВ И ПРИЗНИК ПОДИЖА РОВ в этом имени АДДАМАТУ ЗАХИРАТУ АЛЯ АХРИХИ ЯВНОЕ ДАМА НА ИГО КОНЦЕ На этом мы завершили ИРОВ ГРАММАТИЧКИЙ РАЗБОР СУРЫ АЛЬКАРА ВАЛЬХАМДУЛИЛЛАХИ РАББИЛАЛАМИН